Приветствую вас, Виктория. Я вам уже отвечал на ваш предыдущий вопрос, и мне бы хотелось на самом деле для начала произнить момент с предыдущим вопросом. То есть там есть какое-то количество ответов, люди вам, собственно говоря, писали, старались, отвечали, но вы как-то, на мой взгляд, то есть я посмотрел, вы там не сделали ответ, ни один ответ лучшим, вот, на мой взгляд, это не совсем хорошее отношение к специалистам, которые пытались нам помочь, вот, поэтому вы всё-таки выберите лучший ответ на свой вопрос, вот, отминьте, пожалуйста, усилия людей, вот, которые старались, я, честно говоря, не про себя, да, я говорю вообще, вот. Так, как бы, относитесь с пониманием к этому. Это первое. Второе. Вы по какой-то причине, ну, не выбрали эксперта, значит, чтобы работать. И, на мой взгляд, это тоже не очень понятно, во-первых, да, то есть вы, перефекционист, вы писали в предыдущем своём вопросе, и это довольно такая серьёзная проблема, что это проблема вашего жизненного сценария и того, как вы подходите к себе, к решению своих проблем и так далее, понимаете? И, на мой взгляд, ну, нужно решать проблему, нужно решать проблему, нельзя, как бы, не решив ту проблему, да, приходить к этой, а, скорее всего, и, возможно, они эти проблемы между собой связаны, я даже более чем, более чем уверен, что они между собой связаны, то есть вы, вы, вот, постоянно чувствуете себя в опасности, постоянно чего-то боитесь, постоянно чего-то опасаетесь, а, вот, вы, постоянно, может быть, переживаете за что-то, вы не чувствуете себя, короче говоря, в безопасности, вот, и, собственно, это одна из причин, которым люди имеют пищевое, ну, расстройство пищевого поведения, вот. Сразу скажу, что причины это не единственное, что есть ещё причины, например, потребность в любви, например, там, страх отношений, страх близости, к примеру, да, недоверие себе, вот, и так далее. То есть на самом деле очень много есть всевозможных причин, по которым у вас, именно, вот, с точки зрения психологии, может быть расстройство пищевого поведения, вот, и все, и эти причины, да, нужно исследовать, что пищевое поведение, это, по факту, это, лишь только следствие. И вы говорите, что вы постоянно думаете о том, как вы выглядите в глазах других людей, вот. Я открою вам небольшой секрет, на самом деле в глазах других людей вы выглядите по-разному, потому что люди, люди видят, как правило, то, что они могут увидеть, люди видят, то, что они даже не хотят, то, что они способны увидеть. То есть, вы не сможете повлиять на восприятие вас людьми, потому что каждый видит только то, что ему доступно, исходя из его каких-то соображений, исходя из его ресурсов, исходя из его возможностей, вот. И, понимаете, то, что вы пытаетесь, по факту, переделать этих людей, вы пытаетесь, по факту, переделать свое отношение, а, значит, переделать людей, поменять их мнение, это абсолютно невозможно, вот. И, собственно, именно поэтому, ну, это одна из причин, по которой вы так переживаете и переживаете постоянно, вот. А вторая причина, почему вы переживаете, это, конечно же, стыд. Стыд непринятия, непринятия в себя, скорее всего, тотальное непринятие, ну, тотальное непринятие в себя, это тоже, конечно, очень серьезная проблема, вот. Потому что, вы считаете, что вы недостойны, вы считаете, что вы не можете такой быть и так далее, вот. Ну, то есть, то есть, по факту, да, это, что, что происходит, это, вот, результат, эээ, волшек неверных представлений о себе. Вот, это всё корректируется, но для этого нужно, для этого нужны ваши усилия, для этого нужны ваши желания, эээ, корректировать это. А вашего желания, к сожалению, я вот не вижу, потому что, ну, я уже говорил, да, я не хотел стараться. Ну, то есть, то есть, грубо говоря, нужна работа. Работа вам, ну, с собой, ну, понятно, вместе с психологом, да, но работа нам с собой нужна. Вот, эээ, но так или иначе, так или иначе, нужно не бороться с чем-либо, да, а нужно, собственно говоря, принимать, принимать себя такой, какая вы есть. Вот, а для этого нужно увидеть, эээ, что мешает принять себя такой, какая вы есть. Для этого нужно увидеть, по какой причине вы, эээ, не можете принять себя такой, какая вы есть. Ведь у этого тоже есть, я полагаю, причины у этого тоже есть, я полагаю, какие-то истоки, вот. Например, установки и ценности ваших родителей, эээ, установки ценности вашей семьи, к примеру, к примеру, вот, где вам, допустим, внушалось, что самое главное, это, вот, то, что тебе думают другие люди, и если вы, ну, к примеру, не соглашались с этим, то следовало очень жёсткое наказание, вот. То есть это, вот как вы видите, да, здесь и личные, личные границы, очень важно работать с личными границами, здесь очень важно работать с адекватным отношением к себе, вот. Здесь очень важно смотреть на то, как вы воспринимаете себя, здесь очень важно смотреть на ваши личные границы, ну, то есть на то, как вы работаете с личными, с личными границами, вот. И работаете ли вы с ними вообще, да, вот и так далее. То есть всё это очень важно, это очень важный момент. И отдельным пунктом, вот, прямо отдельным пунктом идёт ваша ориентация. То есть куда, на что, на кого я ориентируюсь. Понимаете? Понимаете? Это тоже очень важный момент. Потому что то, что вы ориентируетесь на других людей, то есть вы ориентируетесь не на себя. Вот. Это большая проблема, на мой взгляд. Это надеюсь, что своих собственных ценностей, да, у вас либо нет, либо с ними есть большая беда. Поэтому тут, тут я, собственно говоря, рекомендую вам поработать именно над тем, к чему вы стремитесь, куда вы стремитесь. Потому что момент важный, куда вы стремитесь. Момент важный, к чему вы стремитесь, куда вы идёте. Если этот момент не откорректировать, то вам будет очень тяжело на что-то опираться. От опираться на что-то нужно. Вообще, вообще, я так говоря, да, опираться на что-то нужно. А если нет своего, если не получены ответы, вот, то, соответственно, опираться можно только на мнение других людей. Может, по-другому на самом деле не бывает. Вот. То есть, почему человек становится зависим от мнения других? По какой причине человек становится зависим от мнения других? Происходит это из-за того, что в детстве такой человек недополучил ответ. То есть, многие вещи для него остались непонятными. И поэтому мнение других, ну, не других, человеку очень важно. Это тоже мы можем исправить. Этим тоже мы можем помочь. Проблем здесь нет. Вот. Но важно именно, чтобы вы работали над собой. Важно, чтобы вы хотели это делать, чтобы вы хотели этим заниматься. Вот. Понимаете? В общем, в общем, основные моменты, я надеюсь, вы для себя уяснили, основные моменты, я надеюсь, для себя вы прояснили и поняли, уловили. Вот. А дальше, что, что вам уже нужно будет делать, это только брать и это использовать. Вот. И еще раз. Еще раз. Пищевое, ратр этого пищевого поведения, кроме острых, лучше, не является, грубо говоря, чем-то уникальным и автономным, аутентичным. Расстройство пищевого поведения является исключительно следствием определенного рода проблем у вас. Вот. Но, конечно, для решения этих проблем нужна работа, в том числе и аналитическая. А если вы думаете, к примеру, что мы там пытаемся как-то вас склонить на работу, ну склонительно работать с нами, например, Вот. Что нет. Ничего такого нет. Вот это опыт. 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 Работа. Вот. Выбирайте себе эксперта и начинайте работать себе самостоятельно. Вы данную проблему решить не сможете. Прям желание. Вот. Вот. Значит, на что я рекомендую вам обратить свое внимание, именно вот сейчас, на данный момент. Я рекомендую обратить вам внимание на ваши личные границы. Я рекомендую обратить внимание на то, что по факту отделяет вас от других людей. К примеру. И отделяет ли. Вот. Начните с этого. Для начала начните с этого. А дальше. А потом смотрите на то, как сильно развито у вас личное пространство. То есть, насколько оно у вас развито, насколько у вас его много, личного пространства я имею в виду. Как часто вы своим личным пространством используетесь, насколько вы в нем хозяйка. Вот. И, соответственно, удовлетворяет ли оно это самое личное пространство, к примеру, вас. Вот. То есть, тут вот с ним нужно повзаимодействовать. Личным пространством вашим. Если с ним есть проблемы какие-то, то нужно корректировать данный аспект. Необходимо корректировать данную ситуацию, вот. Потому что абсолютно неприемлемо, если вы себя не отделяете от других. Вот. Ну и поиск своего смысла, своего дела, своих целей жизненных. Вот. Это тоже очень важная история, тоже очень важный момент. Потому что сейчас вы опираетесь на мнение других людей, сейчас вы опираетесь на, по сути, только внешнюю сторону. Вот. В себе вы никакого ресурса не видите. Вот. Это достаточно тяжело. Вот. Это изматывает. Очень сильно изматывает. Потому что, ну, не может это не изматывать. Вот. В силу, в силу того, что вы постоянно должны как-то вот себя контролировать. То есть, постоянно вы должны как-то оценивать, постоянно должны пытаться предугадать мнение других людей. Вы постоянно боитесь засуждения и так далее. Вот. Разве на сегодняшнее состояние, конечно, идёт и с детства. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь только, что помог вам. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что он подскажет, мой ответ подскажет вам направление, куда вам нужно двигаться. Надеюсь, что мой ответ как-то укажет вам путь свита, что у нас всё сами. Вот. А дальше всё-таки индивидуальная работа необходима. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего доброго. Я желаю вам гармонии, чтобы вы нашли всю свою гармонию. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.